По-моему, меньше внимания уже на футбол обращают, чем на драке болельщиков. Очень печально, и я сожалею об этом. Но и здесь мы тоже должны всегда исходить из каких-то общих критериев. И ответственность, повторяю, за садильное, тоже должна быть максимально персонифицирована. И отношение к нарушителям должно быть одинаковое. Ну, вот известный случай, с чего начался чемпионат мира по футболу. Драка российских болельщиков с английскими. Ну, безобразие полное. Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметили или там несколько тысяч англичан, не понимаю. Но, во всяком случае, подход правоохранительных органов должен быть одинаков ко всем нарушителям. Мы вот именно так выстраивали и будем выстраивать эту работу и в борьбе с допингом, и в борьбе за дисциплину среди болельщиков. Будем работать с этими объединениями болельщиков. Я очень рассчитываю на то, что среди них очень много умных, здравых людей, которые действительно любят спорт и которые понимают, что любые правонарушения – это не поддержка любимой им команды, а наоборот – это ущерб команде, ущерб спорту. Ну, здесь ещё предстоит очень много сделать и совместно с коллегами поработать. Но, что совершенно точно, я хочу это подчеркнуть, никакой поддержки нарушениям в спорте, тем более нарушениям в сфере допинга, на государственном уровне не было и быть не может в России. Мы сотрудничали и будем сотрудничать со всеми международными организациями, которые работают в этой сфере.